Наступает последний месяц лета августа, а настоящего тепла на Ямале пока так и не дождались. Терять надежду не стоит, все еще возможно, ведь северная природа непредсказуема. А вот в чем точно можно быть уверенным, так это в уже утвержденных правилах и законах, вступающих в силу в последний месяц лета. Что точно изменится в августе, расскажем в новостях короткой строкой. 25 августа иностранные туристы смогут получить российскую визу на 6 месяцев на основании бронирования в гостинице. Для этого нужно забронировать жилье из единого перечных гостиниц, либо предъявить приглашение от туроператора, который числится в специальном едином реестре. Участники программы «Дальневосточный гектар», которые уже успешно освоили предоставленный участок земли, теперь могут взять еще один. Для этого первый гектар обязательно нужно оформить в собственность или в длительную аренду. Действие программы теперь распространяется не только на дальневосточный, но и на арктический гектар. Дальневосточный гектар. С 22 августа для оформления полиса ОСАГО не нужно предоставлять документы о прохождении техосмотра. Тем не менее, сам техосмотр это не отменяет. С марта 2022 года за отсутствие диагностической карты начнут штрафовать на 2000 рублей. И штраф смогут выписывать каждые сутки. С 1 августа россияне смогут получить налоговый вычет за спорт, и причем не только на себя, но и на детей. Вернуть можно 13% от суммы, потраченной на занятия. Максимальный размер вычета – 15,5 тысяч рублей. 25 августа запретят распространять звуковую рекламу через аудиооборудование, размещенное на крышах и фасадах зданий. Сделано это для того, чтобы оградить россиян от назойливой и громкой рекламы. Гюли Димитрация, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.